Пасхи Пасхи Это воскресенье, 5 июня, совпало не только с продолжающимся праздником воскресения Христова, не только с Пасхой Господней, не только мы пели в храмах, в церквях, в собраниях мы пели христианских. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Не только мы христосовались опять снова и снова в продолжение праздничества Пасхи, потому что 40 дней после воскресения своего Иисус Христос являлся ученикам и говорил им о Царстве Божьем. И вот в память об этом чудесном явлении Христа народу, явлении Христа апостолам, ученикам своим на протяжении 40 дней, именно 40 дней в нашей древней православной традиции мы отмечаем праздник Пасхи. Потому что наша Пасха это не просто красный день календаря, это сам Господь Иисус Христос. И ни в коем другом нет спасения, и нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! И вот, дамы и господа, братья и сестры, и в это воскресенье, как я уже начал говорить, 5 июня, выпала еще, также, конечно, да, по календарю православному нашему еще эта неделя о слепом. То есть мы вспоминаем события исцеления слепого человека, и действительно мы молимся о том, чтобы Господь открывал глаза слепым, не только физически слепым людям, лишенным зрения частично или полностью, или рожденным таковым, уже как в Писании говорится, рассказывается о таком страшном событии, когда человек был рожден даже таким уже слепым, но был исцелен Господом и прозрел. Мы молимся о том, чтобы прозрели духовные слепцы, те, кто, казалось бы, видят, но смотрят, да, но не видят. Вот, как к примеру, вот можно пройти здесь по этой дорожке горной, вдоль этого ущелья, здесь горная река, ее сейчас не видно, она очень так далеко и зарослась деревьями высокими. Но вы слышите, да? Вода, там наверху дорога, серпантин такой по горам идет, это ущелье очень красивое ущелье, горы, горный воздух, горная вода, все. Но если мы даже пройдем по этой дорожке сейчас, дальше, там есть родники очень красивые и вкусная вода, кстати, очень вкусная. Я пил эти дни эту воду родниковую, просто наслаждаюсь воздухом и этой водой чистой, пением птиц. Здесь масса животных, зверей, в общем-то, заповедные места. И вот, дамы и господа, можно пройтись по этим красивым местам, смотреть, как бы, но ничего так и не увидеть. Знаете ли, печально, когда человек, как говорится, смотрит книгу, а, ну, видит ничего, будем договорить мягко, не замечает. Но еще более несчастны те, кто, являясь духовными, как бы, служителями, лидерами, христианскими священнослужителями, в частности, епископами, патриархами, митрополитами, священниками, диаконами, пастырями протестантской церкви, ксенцами, допустим, католических, как бы ни именовались мы лидерами, вождями духовными, с одной стороны, но с другой стороны являются духовными слепцами. Это очень печальная, самая печальная картина. Иисус Христос говорил, что если слепой ведет слепых за собой, то попадает в яму. И вот так и получается, каков поп, как говорится, да, такая поговорка есть, каков поп, таков приход. Если лидеры слепы, то и ведомые люди также слепы, несчастны, убоги. Это очень печальная картина. И мы молимся эту неделю о том, вот с 5 июня, начиная по этому, значит, в этом году, в 2016 году выпала, неделя о слепом. О том, чтобы Господь исцелял глаза слепым, исцелял духовных слепцов, чтобы прозрели люди. Я лично молюсь о том, чтобы вот уже 20 лет, будучи прозревшим человеком, потому что Господь исцелил меня. Вы знаете ли, я не был слепцом физически, но духовно я был слеп. Я был в ослеплении находящихся на религиозных предрассудках, в ослеплении религиозных суеверий, мракобесия. И я был сам таким мракобесом, религиозным. Знаете ли, это печальная история моей жизни. Несколько лет моей жизни они просто-напросто оказались в такой религиозной слепоте, проведенными. Но, но, слава Богу, дамы и господа, это прекрасно, что вот 20 лет назад, уже больше 20 лет тому назад, в 1996 году, будучи традиционным православным священником, прозрел. И вот с того времени, начиная все эти годы, 20 этих лет, уже более чем 20 лет, молюсь о том, чтобы действительно совершалось чудо. И те духовные, ослепленные невежеством, предрассудками, религиозными заблуждениями люди прозревали. Чтобы имя Иисуса Христа высияло. И чтобы духовные вожди были действительно прозревшими, зрячими, духовно зрячими. Не были слепыми и вели за собой людей в Царство Господне, в Царство Божье. И среди духовной слепоты следует отметить, да, здесь, давайте, где-то еще стройка сейчас. И здесь, это место вообще, в Крыму уникальная Ялта. И не просто Ялта, а это называется Поляна Сказоков. Представляете? И здесь сейчас обустраивается дальше и дальше знаменитый Ялтинский зоопарк. Он буквально передо мной сейчас это сооружение. Да. Нашли что-то, да? Да, наше что-то, да. О, слава богу. Да. И вот здесь, да, вот здесь как раз проходили сейчас с малышом и находили этих улиточек. Вообще здесь и насекомых, и всяких присмыкающихся, и всяких зверей. Здесь огромное количество просто-напросто, слава богу. Ну, точно соответствует Поляне, Поляна Сказок, Поляна Сказок, да. И здесь вот напротив, в этих вот клетках, буквально от меня там метров 150 сейчас, ну, правда, ущелье глубокое, но довольно-таки. Но на той стороне ущелья, значит, клетки такие, как бы, ну, не клетки, как называть, ну, да, можно сказать, клетки, места, где содержатся львы. И поэтому в этом ущелье, особенно ночью, прям львы рыкают так, что, честно говоря, первые ночи было, знаете ли, прямо аж шар с дыбом, что называется, поднималось. Жутковато. Вот, что называется, король лев, точно, цари, зверей. Да, ну, слава богу за все это, за эту божью красоту, за это божье творение, слава богу. За милую Ялту, милая, милая Ялта, за вот эту красоту. Знаете ли, на земле есть места, максимально приближенные к адским, знаете ли, но есть места, максимально приближенные к райским. И вот Ялта, я считаю, особенно вот это место, это одно из тех мест немногих на планете, которое максимально приближено к райским, слава богу. И вот милую Ялту благоставляю, милую, милую Ялту благоставляю именем Господа Иисуса Христа. Пусть в этой красоте люди также прозревают, люди становятся красивыми внутри, пусть красоту Иисуса Христа принимают, спасители нашего. Ведь сюда масса людей приезжает, сезон уже начинается, в общем-то, скоро начинается, уже туристы появляются. И в это время я знаю, что люди, приезжая отдыхать сюда физически, знаете ли, эмоционально, пусть совершается чудо и духовного спасения, исцеления, освобождения. Слава Иисусу Христу! И вот неделя о слепом, да, я подытожу, неделя о слепом, это действительно очень важная тема, очень важное время. Ну, собственно, это уже последние дни Пасхи, последнее воскресенье пасхального такого периода, цветной нашей триоде, то есть пасхального периода времени празднования Пасхи. И вот примечательно, что как раз последнее воскресенье, последняя неделя, так и называется, неделя о слепом. И пусть Христос воскресший, Он воскресит людей, духовно из могил поднимет, из гробов. И пусть воскресшие люди, духовно воскрешенные Господом, пусть познают истину и живут в этой истине. Потому что написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Слава Богу! Аминь! Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресеньею. Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляем. Всегда прославляя имя Господа, поем о воскресенье Его, Распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, по великой своей милости. Слава Иисусу Христу, слава на веки Богу, святому и истинному. Дорогие братья и сестры, 5 июня, воскресенье. Это воскресенье совпало с продолжающимся, да, уже завершающимся праздником Пасхи. По нашей древней традиции православной праздник Пасхи продолжается на протяжении 40 дней. Мы христосуемся и поем в храмах, в церквях, в собраниях, везде поем в домах, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам, и сущим во гробах жизнь даровав. И это последнее воскресенье Пасхи, и оно совпало, да, оно называется «Неделя о слепом». Исцеление человека от духовной слепоты – это важная тема, о которой я говорил и буду говорить. Но также я скажу еще, друзья, братья и сестры, это воскресенье совпало еще с одним праздником, очень важным праздником, который в солнечном нашем календаре, в гражданском календаре, в церковном календаре – переходящий праздник. Также он не имеет определенной даты в солнечном календаре, но в лунном библейском календаре он имеет определенную дату, потому как сегодня, вот сегодня, да, завершается уже праздник, завершается месяц Ияр, и 28-го Ияра, сегодня 29-й уже Ияра, последний день Ияра, завтра уже месяц Сиван, Новолуние, Новомесячье, то есть библейски начинается новый месяц Сиван, месяц уже Пятидесятница, месяц Живот, месяц, как мы говорим, Троицы. Это очень важное празднество, но в месяце Ияре Бог совершил в 20-м столетии потрясающие чудеса Своих. Начало месяца Ияр ознаменовано Днем Независимости Израиля. 14 мая, по солнечному календарю, 14 мая 1948 года, Бен-Гурион зачитал Декларацию Независимости Государства Израиля. Патриоты-сионисты заявили о воссоздании, о возрождении еврейского государства, и это стало величайшим чудом, одним из самых величайших чудес 20-го столетия. Божьи чудеса продолжались, и в 1967 году Иерусалим снова стал столицей еврейского государства. Это произошло в самом конце месяца также Ияра, 28-го Ияра, что совпало в этом 2016 году, по нашему гражданскому летоисчислению, с 5-м числом июня. То есть 5-го июня вчера, неделя о слепом, также и продолжающаяся Пасха по православному календарю совпало с величайшим событием также 20-го столетия, вторым величайшим событием 20-го столетия по значимости, по историчности своей. Это День Иерусалима. Сегодня у нас такое по празднеству, этого Дня Иерусалима мы продолжаем праздновать и ликовать, и благодарить Бога за то, что действительно всем смертям на зло, всему аду на зло, просто-напросто всем силам зла на зло, и на добро всем народам, особенно Израилю, Иерусалим снова стал еврейской столицей. Исполнились библейские пророчества, друзья мои. Это потрясающе, что Бог совершает чудеса в наши дни, в наши времена. То же самое, что Он совершал и в древности. Он и сегодня тот же самый. Бог наш сегодня тот же самый. От Авину Хай, Ам Израиль Хай. Мы поем в эти дни, что по-русски означает «Наш Отец, наш Бог жив», и потому народ наш Израиля жив. И благодарение Богу за Иерусалим, молимся за Иерусалим. В Писаниях есть прямое указание молиться за Иерусалим. И я знаю, что в 1967 году, когда старый город снова стал еврейским, и когда снова Иерусалим стал столицей еврейского государства, действительно, планетарного масштаба, библейского масштаба, совершилось чудо из чудес нашего времени. Слава Богу. И поэтому мы с благодарностью Богу вспоминаем эти события. Начало месяца Ияр, напомню, это День независимости Израиля. А уже в конце месяца Ияр, второй великий праздник этого месяца, и вообще библейского года, это День Иерусалима. День Иерусалима. Йом Иерушалаем. Благоставляем, благоставляем Иерусалим. Снова и снова. И сегодня, в завершении месяца Ияра, в самый последний его день, 29 число сегодня месяца Ияра, завтра, я напомню, месяц Сиван начинается, новомесячие, первое Сивана, сего, 5776 года, по библейскому летоисчислению, мы благоставляем Иерусалим. Благоставляем. Шалом, шалом. Мир, мир Иерусалиму. Мир, городу, небесного Царя. Слава Иисусу Христу, спасителю всех народов, просветителю всех народов и славе народа Израиля. Слава Богу, друзья мои. Благоставляю всех вас. Благоставляю всех с Ялты, с поляна сказок, с этого сказочного места, с милой Ялты. Благоставляю Иерушалаем, благоставляю Иерусалим. Благоставляю город небесного Царя. Благоставляю Израиль. Благоставляю всех евреев Ялты, Крыма, и всего мира, и, конечно же, всех евреев, вернувшихся на святую землю, землю Божью, которую сам Господь Бог нам подарил. И в эти дни мы поем, на протяжении месяца Ияра мы часто поем эту песню, ставшую гимном Израиля, и в собраниях, и в домах, и на улице, и утром, и вечером. С благодарностью к Богу поем. В сердце не угаснет священный огонь, Будет стремиться еврейская душа, Будет стремиться к востоку на Сион, В землю Отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь, Мы две тысячи лет ее храним, Будем снова народом и свободным. На Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным. На Сионе, в Иерусалиме. Сионе, в Иерусалиме. На Сионе, в Иерусалиме. На Сионе, в Иерусалиме. На Сионе, в Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok